А на сегодня у нас серия восьмая. В восемнадцать, ого, уже. По новому графику. Работаем в избушечке. Нажимайте педали и слухаем далее. Заводите будильника уже на восемнадцать, ого. Чай закипел в избушке. Погнали далее. Часть восьмая. Поехали. Рассвет следующего дня оказался еще более холодным и туманным. И даже у волка вид был совершенно несчастный, когда он вел их вверх по течению реки. Наверх вел, на вершину. Они добрались до упавшего дуба, что как мост перекинулся через реку, и на четвереньках переползли по нему на тот берег. Вскоре после переправы тропа раздваивалась. Левая тропинка, извиваясь, вела в долину, заросшую березняком и тонувшую в туманной дымке. А правая нырела в сырое тесное ущелье, где с обеих сторон вздымались отвесные скалы, густо поросшие мхом. Рак и Рейн были явно огорчены, когда волк выбрал именно правую тропу, не налево. — Это неправильно! — крикнула Рейн. — Это же ведь неверно! Нам не сюда! Гора ведь на севере? Почему же он все время сворачивает на восток? Но Тарак только покачал головою. — Мне вообще-то тоже так кажется. Но волк, похоже, совершенно уверен. Ты смотри на него, как верно шагает. Рейн произвелительно фыркнула. — А, волчица! Видимо, ее опять терзали сомнения. Он как фыркает. Волк нетерпеливо ждал их на тропе. И Тарак ощутил острый укол вины. Ведь этому малышу даже четырех месяцев еще не исполнилось. Он должен был быть сейчас возле своего логова, играть там. Это его детство, а не таскаться с ними по горам. — Знаешь, — сказал Тарак, — я думаю, нам следует полностью доверять этому волку. — Угу, — сомнением промычала Рейн. — То фыркало уже промычало. Ты — корова. И, подтянув повыше свой поклажу, они нырнули в узкую расселину. Но не прошли десяти шагов, каким стало все ясно. Тут они гости нежеланные. Темные ели, широко раскинув свои колючие лапы, они словно предупреждали. — Не ходите дальше. — Они прям путь преграждали. И прямо перед ними с грохотом скатился здоровенный валун. А второй рухнул на тропу прямо у Рейн, за спиною. Да и запах падали, он стал сильнее. Но если все же где-то гниет убитая добыча, то почему до сих пор они не видели и даже не слышали ни одного ворона здесь, но в круги? И туман еще более сгустился. И теперь видно было всего шага на два, только вперед. И единственное, что они слышали, — это мерное кап-кап. С пропитанных влагой веток, да и журчание ручья кап-капает, стремительно мчавшегося межтесных каменистых берегов, тоже поросших мхом. Везде здесь. Тараку все время мерещились в тумане фигуры медведей. И он внимательно следил за волком, надеясь уловить малейший признак опасности. Только через него он мог все это прочувствовать. Но волчонок продолжил спокойно бежать себе по тропе. Вид у него был крайне недовольный, но он явно ничем не был напуган. И вот где-то в полдень, во всяком случае можно было предположить, что это полдень, именно полдень, они остановились передохнуть. Волк, тяжело дыша, оплюхнулся себе на землю. Бубух! Все, я лежу, хозяин. Ты тоже ложись. И Рейн со стоном скинул сплещ по клажу. Все лицо у нее было исцарапано, волосы все промокли насквозь. А я там тростник видела, сказала она. Хочу себе капюшон сплести. И, повесив лук и колчан на ветку, она двинула сквозь папоротники к ручью. Волк нехотя поднялся и потащился за ней. Тарак тоже сходил к ручью и наполнил водой бурдюки. И вскоре послышал из шаги возвращающийся Рейн. — А быстро ты! — сказал он, даже не оборачиваясь. — Вон! — перевел у него за спиной чей-то голос. — Вон из долины ходеца! Или ходец вам все глотки перережет? — Вон! И Тарак резко обернулся. И прямо перед собой увидел какого-то великана с ножом. И в глаза ему тут же бросились уродливое, грубое, точно древесной корой покрытое лицо. Эти длинные волосы ужасно грязные и спутанные. И накидка из желтых осклизлых стеблей тростника. Наконец-то получил свое объяснение и преследовавший их запах падали. На шее у этого великана висела основательно подгнившая тушка голубя. Если честно, Тараку показалось, что и сам этот человек несколько подгнивший. Этот гнилостный запах исходил и от его пустой воспаленной глазницы, и от черных десен с раскрошившимися остатками зубов, и от этого искривленного носа, с кончика которого свисала длинная желто-зеленая сопля. «Вон!» снова взревел он, размахивая ножом из зеленого сланца. «Вон отсюда, Ва!» «Нарик и Хадец вам говорят «Пошли вон отсюда, Ва!» Тарак быстро положил на макушку оба своих кулака. Это был жест миролюбия. «Оба кулака! Видишь?» «Послушай», обратился он к разгневанному великану, «мы пришли как друзья, и мы не желаем тебе зла». «Так они уже затворили зло!» взрывил тот. «Они принесли его с собой в нашу прекрасную долину. Всю ночь Хадец за ними следил. Всю ночь только и ждал, что они сотворят в его долине зло». «Какое зло?» Сочанин спросил Тарак. «Мы никому не хотели причинять никакого зла». И тут в зарослях послышался шорох и оттуда вылез волк. И Тарак крепко прижал волчонка к себе, чувствуя, как колотится его маленькое сердечко. Но волчонка великан даже внимания не обратил, зато сразу услышал шаги Рейн. «Ишь, как крадется!» «Подлая!» Оскалился он и быстро обернулся, размахивая Рейн перед носом своим ножом. Рейн отскочила, чем еще больше разозлила этого незнакомца. «Она что, хочет, чтобы это все в воде оказалось?» вскричал он, срывая с ветки их луки и колчаны и размахивая именно дручьем. «Хочете?» «Она хочет посмотреть, как они поплывут, эти хорошенькие стрелы и сверкающие луки. Все поплывет!» И, онимев от ужаса, Рейн сразу же замотал головой. «Тогда пусть они быстро бросят свои ножи на землю, иначе все это полетит в воду сейчас!» Рейн и Тарак понимали, что выбора у них нет. Он как ребром все поставил. И одновременно бросили к ногам Хадеца ножи. А тот быстро спрятал их под своим балахоном из тростника. «Все!» «Нема ножов!» «Все!» «Что ты от нас хочешь?» спросил Тарак, слыша в ушах бешеный стук собственного сердца. «Вон!» снова прорывел великан. «Хадец сказал им!» «Нарик сказал им!» «А гнев Нарика, «О, как страшен!»» Рейн и Тарак одновременно оглянулись, надеясь увидеть этого Нарика. «Где же он, этот наркоман?» «Кем бы он ни был, но вокруг стояли только окутанные туманом деревья». «Нету Нарика!» «Ты где?» «Хорошо!» «Мы сейчас уйдем», сказала Рейн, не сводя глаз со своего лука, зажатого в огромной ручище. «Но не вверх!» «Пусть они уходят здесь!» И Хадец указал прямо на скалистую стену ущелья. «Но здесь же невозможно подняться!» удивилась Рейн. «Здесь слишком круто!» «Пусть они больше нас не обманывают!» взревел Хадец и, раскрутив над головой ее колчан со стрелами, швырнул его в ручей. «Все!» «Полетело!» «Плюхнулось!» Рейн пронзительно вскрикнул и хотел уже броситься в воду вслед за колчаном, но Тарак схватил ее за руку. «Поздно!» сказал он. «Колчан все равно уже унесло!» Ручей действительно был куда глубже и быстрее, чем казался с первого взгляда. Так что колчан мгновенно исчез из виду. Взбешенная Рейн повернулась к Хадецу. «Мы же собрались уходить, как ты и велел!» «Зачем ты бросил в ручей мой колчан?» «Зачем ты это сделал?» «Надо было!» «Отхадец его и бросил!» самодовольным видом заявил этот великан, ощарив усмешки беззубые черные десны. «Пусть знают, что он может все ваше выбросить!» «Пошли, Рейн», сказал Тарак. «Сделаем все так, как он велит нам». Рейн в ярости подхватил из земли свои пожитки. «Если их путешествие из самого начала было нелегким, то теперь начинался настоящий ужас!» Проклятый ходец бежал за ними по пятам, заставляя их на четвереньках карабкаться по каменистому отвесному склону. Рейн ползла впереди, мрачная и страшно расстроенная утрата и колчана. Волчонок вскоре начал отставать, и Тарак повернулся к нему, желая помочь. Но ходец чуть не отрубил ему нос, размахивая своим ножом, и прорычал. «Вперед!» Я только хотел взять на руки. «Вперед!» я сказал! И тут вмешалась Рейн. «А ты ведь из племени Выдры, верно?» быстро спросила она. «Я узнала ваши племенные знаки». И ходец гневно уставился на нее. И Тарак, воспользовавшись моментом, подхватил ослабевшего волчонка на руки одним мигом. «Ты! Выдра ты!» Ходец был из племени Выдры. «Был!» «Из племени Выдры!» буркнул Ходец и пошкреб грязными ногтями шеи в том месте, где на бугристой коже виднелись волнообразные зеленовато-синие линии. «А почему ты оставил свое племя?» спросила Рейн. «Похоже, она делала над собой неимоверные усилия, стараясь забыть про колчан и как-то подружиться с этим великаном, от которого сейчас зависела вся их жизнь». «Не оставил!» ряфнул Ходец. «Это выдры оставили Ходеца!» И, открутив крыло от дохлого голубя, он принялся сосать его и мять его своими беззубыми деснами и вместе с этим лакомством втянул в рот высевшую на носу соплю одновременно. «Да!» «Закусыли!» И тарака при виде всего этого его затошнило. «Это еще запах какой пошел! И он это есть, высасывает и соплей закусывает, а Рейн и вовсе позеленела, как та сампляк». «Ходец сделал наконечники для копий!» невнятно буркнул великан. «Наконечники!» «Куски кремния летели и очень больно кусали Ходеца, прям в голову, в голову кусали!» И он хрипло рассмеялся, брызгая своей слюной. И тело Ходеца в некоторых местах стало портиться. Выдры зажили дырки, но тело опять испортилось. А потом у Ходеца глаза выскочили наружу. Как есть повыскакивали. Их клевал ворон Кар-кар. Ха! Ха-ха! Вороны любят, очень любят глаза. И вдруг изуродованное лицо Ходеца оно сморщило все, как будто глаза ему начали клевать там. И он стукнул себя по башке кулаком, он забубнил. Ох, болит, болит, как же болит! И в голове уходится, а голоса все воют, все, все ссорятся. Чего вы ссоритесь? Вот выдры его и прогнали за эти голоса. И Рейн судорожно сглотнула и сочувственным тоном она заметила. Да, и у нас в племени один человек точно так же глаз потерял. Мое племя всегда дружило с племенем выдры, и мы... мы не хотели никакого зла тебе причинять. Может, и не хотели, согласился Ходец, вытаскивая изо рта голубиную косточку и старательно пряча ее под тростниковой накидкой. А только они всегда с собой зло приносят. Он вдруг остановился и стал озираться вокруг. Забыл ты, Ходец, да? Совсем забыл. Нарик всегда у него лесных орехов просит. Всегда орешки. А куда же все орехи-то подевались, а? Где они-то орешки-то? А нету? И тарак перехватил волка поудобнее в такой-то улучившийся момент и спросил. «Значит, ты думаешь, что зло, которое мы приносим, это...» «Они знают, что он думает. Они!» озлился Ходец. «Медвежий дух, злой дух!» И Ходец говорил ему, «Нельзя, нельзя его вызывать!» и тарак даже рот открыл от удивления. «Кому?» говорил. «Тому калеке?» «Да?» «Тому, кто этого духа в медведя вселил?» торопливо спрашивал он, но, получив болезненный укол ножом, был вынужден замолчать и бояться идти дальше. «Калека!» «Да!» бурчал у него за спиной Ходец. «Калека!» «Как же!» «Очень мудрый калека!» «Вечно за духами гонялся, гонялся!» заставлял их свои приказания выполнять. «Ха-ха-ха!» «Приказания!» И он хрипло рассмеялся, точно как пролаялся. «Только ведь мальчишка из племени волка ничего не знает о злых духах!» «Не знает?» «А-а-а-а!» «Не знает даже, что они такое!» «А Ходец много чего о них порассказать могет!» И Рейн, потрясенная этими откровениями до глубины души, она уже подняла было брови, готовя задать вопрос. Но Тарак незаметно остановил ее. «Ходец много о них знает!» продолжал бубнить этот великан, по-прежнему пытаясь отыскать среди колкусты орешника. «Еще бы! Он и сам был очень мудрым, пока кремень его как не вдарил. Он знал, что если умрешь и утратишь телесную душу, то будешь вечно скидаться, забыв, кто ты есть, скидаться будешь. Призраком станешь, а Ходец всегда очень жалел призраков. А если еще и внешнюю душу потерять, тогда от тебя и вовсе останется только один злой дух». И, наклонившись тараку, он обдал его своим зловонным дыханием. «Фу ты! Подумай об этом, мальчишка из племени волка. Не будет у тебя внешней души. И ты тоже станешь злым духом. Ты будешь обладать жизненной силой на Нуака. Но чувства племени лишишься и превратишься в дикое, неприрученное существо. И будешь испытывать жгучую обиду, оттого, что у тебя что-то отняли. Вот почему они ненавидят все живое. Вот почему они так хотят всех уничтожить. Тарак понимал, что Хадес говорит правду, ибо собственными глазами видел эту ненависть. Она и убила его отца. А тот калека, хриплым голосом спросил он, тот, что поймал злого духа и вселил его в медведя. Как его звали? Эх! И Хадес снова ткнул тарака в спину, чтобы не стоял на месте. Он был такой мудрый, такой хитрый, вах-вах. Сперва ему нужны были только маленькие злые духи, которые всюду проскользнуть могут. А только они ему казались недостаточно сильными. Поэтому он стал ловить новых, всяких кусак и убивцев. А ему все равно ему было мало. Маловато! И Хадес фыркнул, снова обдав тарака с зловонным дыханием, и опасливо прошептал. И он, он призвал себе на помощь стихию. И Рейн ожохнула. А тарак был озадачен. А что такое стихия? спросил он. И Хадес рассмеялся. О, она знает. Девчонка из племени ворона. Она все это знает. Рейн в ужасе смотрела на тарака. Глаза ее казались черными бездонными ямами. Угу. Два колодца. Чем сильнее были души человека, тем сильнее получается и злой дух. А стихия и Рейн облизнула губы. Стихия она обретает силу, когда умирает кто-то необычайно могущественный, а души его разбредаются в разные стороны. Это как водопад или ледник. Стихия это самый могущественный злой дух на свете. И волк вдруг вывернулся из объятий тарака и мгновенно исчез в зарослях папоротника. Стихия это слово медленно и медленно ворочалось в голове тарака. Однако разговоры о злых духах явно расстроили их деца. Ух, жилые! Эх, как же они ненавидят все живое! Стонал он, раскачиваясь из стороны в сторону. Ненавидят все! Все светлые, ясные, светящиеся собственным светом души. Они ненавидят светлые! Больно, больно! А-а-а! А это все их вина! мальчишки из племени волка и девчонки из племени ворона! Это все они принесли беду в прекрасную долину ходеца! Это все вы принесли! Но мы уже почти что ушли из твоей долины, сказала Рейн, отчаянно пытаясь его успокоить. Да, поддержал ее Тарак, мы уже почти взобрались. Но ходец успокаиваться не желал. А зачем? Зачем они это сделали? кричал он. Зачем? Ходец никогда им зла не причинял. А они вон чего понаделывали. И размахивая отнятыми у них луками, он схватил рук Рейн за оба конца. Явно собирать его напополам. Но в пополам. И этого Рейн уже не выдержала. Не смей, крикнула она, не смей трогать мой лук. А ну назад, взревел ходец. Или ходец его все сломает. Сейчас же положи лук на землю, завопила Рейн, бросившись на ходеца, и тщетно пытаясь отнять у него лук. Тарак понимал, что медлить никак нельзя. Он быстро сунул руку в свой мешочек с припасами, что-то протянул на ладони разъяренному ходецу и громко крикнул. Орехи! Лесные орехи! Лесные орехи! Для нареки! Лесные орехи! Лесные орехи! И это подействовало мгновенно. Орехи! обрадовался ходец. И сразу же бросив луки на землю, не потреп, он сгреб орехи с протянутой ладони Тарака и присел на корточке. М-м-м! Моё! А затем, вытащив из-под своей вонючей накидки довольно большой и острый камень, каменюку, он принялся колоть эти орехи, приговаривая. — Ммм, какие вкусные! Какие крупные! Какие сладкие орехи! — Нарик будет очень довольный! Орехи! И Рейн потихоньку подобрала луки. Бережно оттерла с них влагу и протянула тараку его лук. Но он его не взял. Он неотрывно смотрел на камень, которым Хадец колол орехи. — А кто такой Нарик? — спросил он. — Просто чтобы поддержать разговор и получить возможность рассмотреть этот камень поближе. — Это что, твой друг такой, Нарик? — Которого никто больше не может увидеть? — Да? — Хадец запросто может его увидеть. Всегда может его видеть. Завсегда. Запросто! — буркнул великан. — А почему мальчишка из племени волка не может? — Почему? Разве у него глаза нет? — И откуда-то из глубин своей накидки Хадец вытащил маленькую грязную мышку. — Ага. Мышь сжимала в передних лапках половинку орехового ядрышка и сердито поглядывала на тех, кто помешал ей угощаться любимым лакомством. И от уземления у Тарака глаза стали совершенно круглыми, а мышка она презрительно фыркнула, хвостиком махнула и вновь приняла за еду. И Хадец нежно погладил ее по сгорбленной спинке своим грязным пальцем. — Хм, так значит, Нарик — это твой воспитанник? — Верно, Хадец? — воскликнул Тарак, приглядываясь к камню. — Камень, забытый Хадецом, валялся на земле. Он был размером примерно с ладонь, черный и блестящий камень, очень похожий на острый изогнутый коготь. И Тарак и Рейн переглянулись. Девочка тоже не сводила глаз с этого камня. И, судя по выражению ее лица, мысли у нее были примерно такие же, как и у Тарака. Там, где есть каменный коготь, вполне может найтись и каменный зуб. Зуб — камни, превращающий в песок. Каменный зуб. Вторая часть Нануака. — Этот камень... — осторожно начал Тарак. — Не мог бы Хадец рассказать мне, где он его взял? — О-о-о! И Хадец поднял на него глаза, ставшие совершенно бессмысленными. Он все поглаживал пальцем свою мышку, и по лицу его блуждала блаженная улыбка. И вдруг черты его исказились вдруг, точно отсюда, дороги. И он забормотал испуганно. — Кх-х-х! Каменный рот! — Давно рот каменный. — В плохие времена. — Он прячется. Люди из племени Выдры прогнали его, и он еще не нашел своей прекрасной долины. Тарак и Рейн снова переглянулись. Стоит ли расспрашивать Хадеца дальше? Ничего не понятно. Рискуя вызвать у него очередную вспышку гнева, а? Ха-ха! Стоит ли? — Ага! А у этого каменного рта, — все-таки решился спросить Тарак, — зубы тоже каменные? — Ну, конечно! — рыкнул Хадец. — А как же иначе он мог бы есть? — А где мы можем найти его? — спросил Рейн. Хадец ведь уже все сказал. Это каменный рот. Хап-хап! Хап-хап! — Это такое существо? С каменным ртом? И Хадец вдруг как-то странно обмяк весь. Теперь он казался Тараку очень усталым и каким-то даже больным всем. — Плохое место, — прошептал он. — Очень плохое. — Земля убит. — Земля — убийца. — Она хватает и глотает. — И повсюду сторожа стоят. — Они тебя видят, а ты их нет. — А потом уже слишком поздно. — Расскажи нам, как их найти, — попросил его Тарак. — И все-таки, как ты собираешься искать это каменное существо? — сердито спросил Рейн. Она все еще пребывала в плохом настроении в связи с утратой своего колчана. — Не знаю, — в десятый раз ответил и Тарак. — И что это за существо такое? — Кабан? — Рысь? — Надо было спросить уходица. — А он, скорее всего, все равно не сказал бы. И Рейн, сердито подбочинившись, покачала головой. — Мы же все делали, как он велел. За два дня мы пересекли целых три долины и нашли тот ручей, о котором он говорил. — А теперь все тащимся и тащимся вдоль него. — Ну так ничего и не находим. — Чего-то. — По-моему, этот хадец он просто хотел избавиться от нас. И эта мысль приходила в голову и Тараку тоже. Но он не собирался делиться ею с Рейн. К сожалению, за эти два дня туман так и не рассеялся. И все вокруг по-прежнему казалось каким-то не таким, словно было исполнено обмана. Следуя невнятным наставлениям хадеца, они нашли у подножия серой каменистой горы ручей и теперь карабкались вверх по крутой извилистой тропе. Во всем здесь чувствовалась какая-то неясная угроза. Буквально во всем. Низкорослые березки то и дело выступали им навстречу из тумана, точно охотники. — Вы ими ножик из тумана. — Хам! А там, где щека горы была протерта до основания, наружу вышла голая скальная порода, влажно блестевшая от осевших на нее капелек тумана. И единственным живым звуком было мерное постукивание дятла, предупреждавшего соперников, что это его, собственная территория. Не подходи. — Вот и дятел тоже не хочет, чтобы мы сюда ходили, — сказала Рейн. — Возможно, мы все-таки выбрали неправильный путь. — Если бы это было так, волк нам бы уже давно сказал об этом. И Рейн с сомнением посмотрел на него. — И ты все еще веришь, что это он ведет нас? — Да, — ответил Тарак. — Я верю. — В конце концов, если бы он не привел нас в долину Ходица, мы бы никогда не узнали о том каменном когте. И о каменном зубе тоже ничего бы не узнали. — Возможно. — Но я все равно считаю, что мы слишком далеко прошли к востоку. — Мы сейчас слишком близко от высоких гор. — Откуда тебе это известно, если в десяти шагах ничего не разглядеть, м? — А я это чувствую. — А ты разве не чувствуешь, каким холодным стал воздух здесь? — Это дыхание ледяной реки. И Тарак остановился и посмотрел на нее. — Какой еще ледяной реки? — А есть там такая. И Тарак даже зубами скрипнул. Ему уже надоело, что из них двоих именно он никогда ничего не знает. — Что это такое? — Последним всегда узнаю. И они молча двинулись дальше. Вокруг стояла тишина. Даже стук дятла остался позади. Тарак все больше тревожился. Слишком много шума они производят. В этой тишине было слышно и их затрудненное дыхание, и скрип заплечных корзин, и стук каждого камешка тебе, скатившегося с тропы. Все было слышно. Далеко-далеко. И Тарак таки прямо кожи почувствовал, как прислушиваются к их шагам скалы, как стонут души здешних кривых деревьев. — Вернитесь. Вернитесь назад. Как будто бы говорили они. И вдруг Рейн резко остановилась и бросилась к нему. — Мы все неправильно поняли, — выпалила она, задыхаясь. Глаза ее аж расширились от страха. — Мы все неправильно поняли. — Что? — Хадец никогда не говорил, что это каменное существо. Ведь это мы его так назвали. Ведь он всего лишь сказал, что это каменный рот. И она схватила Тарака за руку и потащила его за собой. Из шагов через двадцать поверхность стала более ровной, и тропа кончилась. Тарак остановился. Их окружал такой густой клубящийся туман, что он не сразу и сообразил, почему тропа кончилась вот так вот внезапно. А когда он понял это, леденящий ужас сковал его душу. Перед ними, точно грозовая туча, выселась огромная темно-серая скала. У ее подножия торчал точно сторож одинокий тис, а рядом с ним виднелся темный зев пещеры, разверстая каменная пасть. — Мы не можем туда войти, — сказала Рейн. — Но я должен, — возразил Тарак. — Это ведь и есть тот самый каменный рот, о котором говорил Хадец. — Здесь он наверняка и нашел свой каменный коготь. — Здесь, наверное, можно найти и каменный зуб. И когда они подошли ближе, разверстая пасть пещеры оказалась, как ни странно, значительно меньше, чем это представлялось издали. И ее верхняя, так сказать, губа, она находилась примерно на высоте плеча Тарака. И он оперся об эту губу рукой и, наклонившись, заглянул внутрь. — Что? — Раскатал губу? — Осторожней, — предупредил Рейн. Пещера круто уходила куда-то вниз, во тьму. Оттуда тянуло холодом. Из темных глубин с током воздуха доносился какой-то едкий запах. Точно дыхание древнего существа, никогда не видевшего солнца. — Плохое место, — сказал тогда Хадец. — Земля — убивца. Она хватает и глотает все этим ротом. И повсюду сторожа стоят, наблюдают. Они тебя видят, а ты их нет. — Не шевелись, — прошептал он его за спиной Рейн. И Тарак поднял глаза и вздрогнул, увидев, что пальцы его вот-вот коснутся огромной неуклюже вывернутой руки, торчащей из скалы наружу, и словно молотом вколоченной туда. И он тут же отдернул пальцы. А Рейн сказала шепотом. — Это предупреждение. — Видишь, на этой руке, на среднем пальцем, видишь, три полоски. Это линии силы, отгоняющие зло. И Рейн наклонилась над этой рукой и вдруг резко отпрянула. — Она очень старая. — Очень. — И нам нельзя идти внутрь. — Там внизу что-то есть. — Что? — спросил Тарак. — Что там внизу? И Рейн покачала головой. — Не знаю. — Возможно, ход. — Проход. — Виной мир. — Должно быть, для того, кто вырезал здесь эту руку, все кончилось очень плохо. И Тарак подумал и сказал. — Вряд ли у меня есть выбор. — Я пойду, а ты останешься здесь. — Нет. Если ты пойдешь, я тоже с тобою. — Волк не сможет пойти со мной. — Для него такой запах, он просто невыносим. — Ты оставайся с ним. А я, если понадобится помощь, я вас позову. — Ладно? Некоторое время он ее уговаривал еще, тем самым убеждая и себя самого тоже. Готовясь идти в пещеру, Тарак сложил свой лук, колчан и прочие пожитки под тисом. Подумал немного и снял с пояса также топор. — В такой темноте может пригодиться разве что нож. А затем он отрезал полоску кожи и привязал волчонка. Тот извивался и прям щелкал зубами, так что Тараку пришлось долго объяснять ему, почему он не может взять его с собой. Рейн старалась ему помочь. Она предложила волчонку горсть брусники из своего мешочка с припасами. — Ага, задобряете? Одного Тарак так и не сумел объяснить волку, что он непременно к нему вернется. В волчьем языке ведь нет будущего времени. И Рейн дала ему с собой веточку рябины для защиты от злых духов и одну из своих рукавичек, сшитых из шкурки лосося. — Запомни, — сказала она, — если найдешь каменный зуб, не касайся его голыми руками. И лучше оставь здесь свой мешочек с глазами реки. — Лучше оставь его здесь. — Она права, — подумал Тарак. — Даже предположить невозможно, что произойдет, если он возьмет часть Нануака с собой в эту пещеру. Передавая Рейн, сшитый из кожи ворона, мешочек с глазами реки, Тарак испытал какое-то странное ощущение. Ему показалось, что он избавляется от тяжкой и весьма неприятной ноши. Рейн провязала мешочек к поясу, и волк, глядя, как она это делает, настороженно шевелил ушами, словно слышал звуки, доносившиеся из мешочка. Тарак наблюдал за ним с неясной тревогой. — А еще тебе понадобится свет, — сказала Рейн, которая очень хотела сказать ему хоть какую-нибудь услугу. И она вытащила из своей заплечной корзины две свечи, которые делались так. Пучок тростника обмакивали в густой оленей жир и сушили на солнце. С помощью кремня Рейн высекла искру, подожгла кусочек измельченной можжевеловой коры, и вскоре одна из свечек ожила. И на конце ее загорелся маленький, но довольно яркий огонек, несущий некое успокоение души. Тарак поблагодарил ее. И Рейн сказала, опускаясь на колени и обнимая волка, чтобы Тараку не было так заметно, как она дрожит. — Если тебе понадобится помощь, сразу же кричи, слышишь, и мы прибежим на помощь. Тарак молча кивнул и, пригнув голову, нырнул в каменную пасть пещеры. Сделав пару шагов, он нащупал во тьме стену. Сразу же. Стена была покрыта какой-то слизью, как брюхо дохлой рыбины. И осторожно, крохотными шажками Тарак двинулся вперед. Коротенькими шажками. Свет свечей дрожал, и временами казалось, что он готов был погаснуть. Из темноты тянуло едкой вонью, от которой аж щипало в носу. И еще немного, и путь ему преградил камень. Каменная пасть, похоже, переходила в глотку уже. И нужно было прижаться к стене, чтобы как-то протолкнуться дальше. У Тарака было такое ощущение, будто его проглатывают заживо. И он старался не дышать. В голове неотвязно крутилась мысль о том, какая каменная толща, как она давит на него сверху. Вокруг стало еще холоднее. На узкий проход чуть-чуть расширился и резко изогнулся вправо. Быстро оглянувшись, Тарак увидел, что дневной свет исчез за поворотом. А вместе с ним и Рейн с волком. Все исчезло. И он медленно продвигался по тоннелю, не слыша ничего, кроме собственного дыхания, и не видя ничего, кроме странных каменных складок на стенах. В свете свечи, отливавших красным. Казалось, он находится в чьем-то желудке здесь. И он сам туда идет. Направляется. И вдруг слева вдохнуло с сильным холодным сквозняком. Пах! И Тарак от неожиданности он чуть не упал от этого. Из-под ног его шумом посыпались камешки. И он замер. И вокруг воцарилась полнейшая тишина. И тут ледяной пот потек у него между лопатками, когда он увидел, что стена слева от него, она исчезла. И он стоит на узеньком маленьком выступе, повисшем над темной бездной. Где-то далеко внизу услышался слабый плеск воды. И если он подскользнется... Покосившись, Тарак снова увидел круто сворачивавший куда-то туннель. И пошел в ту сторону. Каменный выступ то и дело грозил выскользнуть у него из-под ног. И вскрикнув, Тарак схватился рукой за стену, но сумел сохранить равновесие. И тут же, в темноте, что-то вдруг шевельнулось. И Тарак замер. Тарак... Донесся до него далекий крик Рейн. Но ответить ей он не осмелился. То, что шевелилось там, в темноте, оно опять застыло в неподвижности. Но неподвижность эта была выжидающей, как у кошки. Это темное нечто оно знало, что Тарак здесь. И повсюду сторожа. Они тебя видят, а ты их нет. Но Тарак все-таки заставил себя идти дальше. Вниз, все время вниз. Вонь становилась все сильней и сильней. Наплывала удушливыми волнами. — Дыши ртом! — услышал он в ушах вдруг чей-то голос. — Дыши ртом! — Ну да. Именно так они с отцом и поступали обычно, когда набредали, скажем, на полу разложившуюся падаль. Или оказывались в пещере, полной летучих мышей, когда все в помете. И Тарак действительно попробовал дышать ртом. И вонь действительно стала хоть можно терпеть уже, хотя глаза и горло щипало по-прежнему. И внезапно поверхность под ногами почти выровнялась, а стены как бы раступились перед ним. Тараку даже показалось, что откуда-то льется неяркий свет. Теперь он вполне различал контуры просторной пещеры. Но эти чудовищные зловонные испарения, они стали совершенно невыносимыми теперь. Сомнений не было. Он находился в чреве земли. Прямо в ее сочащихся влагой вонючих кишках находился. Относительно ровный пол под ногами сделался вдох подозрительно комковатым. И прямо перед собой Тарак увидел огромный камень с плоской вершиной. Этот камень сверкал точно глыба черного льда. Казалось, он стоит здесь многие тысячи лет. Ожидает. Даже за двадцать шагов от него Тарак чувствовал, какая чудовищная от него исходит сила. Да, это здесь. Это здесь Хадец нашел свой каменный коготь. И не зря была вырезана та рука у входа в пещеру. Не зря сторожа охраняли покой этих тоннелей. Ибо здесь и был проход, вино и мир. Во веки веков. И Тарак застыл, как зачарованный. Так бывает порой во сне, когда хочешь поднять руку, но не можешь. Ты не можешь даже пальцем пошевелить. И чтобы успокоиться, Тарак крепче стиснул правой рукой рукоятку ножа. Хоть как-то успокоиться. Обмотанная жилами рукоять казалась теплой. И это придало ему мужество. И собрав все силы, он сделал последние несколько шагов к этой черной блестящей глыбе. И тут же он вскрикнул от ужаса и от отвращения. Пол у него под ногами вдруг стал проваливаться. И зловонная трясина засасывала его и тянула вниз. Земля! Убийца! Она хватает, хватает и заглатывает. И его крик гулка отдавался от стен. Где-то высоко над головой он заметил осторожное движение. И нечто темное отделилось от свода пещеры и слетело прямиком вниз. Прямо к нему. Поближе. И спрятаться было негде. Некуда было бежать. И тарак проваливался в эту мягкость под ногами. Точно в зыбучий песок уходил. В лицо пахнуло зловонием. И это темное нечто, оно кинулось на него. Эта мерзкая сольная шерсть забивалась в рот и в нос. Острые когти вцепились в волосы. Визжа и рыча от ужаса, тарак стал отбиваться от этого безмолвного врага. И тот, наконец, взлетел, шурша кожистыми крыльями. Но он был где-то рядом. И он чувствовал это все. Тарак понимал, что сторож просто проверял, кто сюда явился. И теперь он это узнал, прочувствовал. И пока оставил его в покое. Пока. Но что это за сторож? Злой дух? Летучая мышь? И сколько их там еще, таких сторожей? Тарак постепенно выбрался из трясины и двинулся дальше. Но он споткнулся, и он упал. Вонь была оглушающей. И он неуклюжий, точно слепой котенок, тыкался в этот удушающий тьме, ничего не видя перед собой. Мысли его путались. И даже свеча, оказалось, горела черным пламенем. Она практически даже не светила. Его шатало. Он то и дело встряхивался, и как пловец схватал воздух ртом. Последний воздух. Но мысли ему понемногу удалось привести в порядок. И черное пламя свечи оно вдруг стало отливать желтым. Ему все-таки удалось подобраться к черному камню. На его древней, сглаженной временем поверхности, он увидел шесть торчащих каменных когтей, расположенных как бы по спирали идут. Там, где ходец отломал один коготь, зияла дыра. А в центре спирали виднелся один единственный черный каменный зуб. А что с Таро, как времени поток? Зуб. Камни, превращающие в песок. Это была вторая часть Нануака. Тарак весь взмок, потек по спине. Какие же силы я выпущу наружу, если коснусь этого каменного зуба, подумал он. И он протянул было руку, но тут же отдернул ее. Одним махом он вспомнил предостережение Рейн. Не касайся его голыми руками. Больше рассказов находится внизу, в описании, прямо под видео. Там все наши истории, все серии, сериалы, вся наша библиотека. Теперь рассказы выходят уже в 18, ого. Заводите будильники, не забывайте говорить ваше спасибо, ставьте ваши лайки. А на сегодня что? На сегодня все. Споки-ноки. Покедва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова